Я на рекорд. Видите, рек пишет. Через 30 минут она переключается. И вы просто еще раз нажмете. Да, нажать на губ. Видите, чтобы она мигала. Вот, чтобы мигала рек. Все, друзья, садимся поудобнее. Достаем свои талмуты. Только что вот я подарил ее. Давайте взять мою ручку, а я приду, чтобы ее репартиировать. Все, друзья, намасте. Настраивайтесь. Настраивайтесь. Если есть ручка, где-то подписать. Здесь у меня есть страдочку. Давайте мы сейчас настроимся, настроим пространство для того, чтобы начать работать. И так, как-то широко, так у нас уже получается. Ручку? Все, я понял. Я здесь, я на 40-х. На каремат. Можно на ваш каремат? Да, и супругов должны поближе. А то она как-то с круга выходит под энергетический круг. Как вам вращаться можно? Как вам вращаться, прости, Роза? Ну, что? Ирина, я раздал. Просто, что мы были по одному кругу, это, знаете, как защита у нас состояется. Окей, guys. У вас есть на чем писать? Господи, сейчас супруга ваша грустная. В конце она будет очень веселая, я будет довольная. У тебя все классно. Знать, что делать надо. Чтобы все было хорошо. Невидение делает нас унылыми. Когда мы знаем, куда идти, след в конце туннеля, и даже в самой грустной ситуации мы можем знать, куда идти, и все хорошо. Давайте сядем. Вы тоже с нами, или вы на другой класс? Вы на какой класс? Не нацелитесь к вам? Я, да. А, окей. Потому что целитесь, то еще вы едете. Да, так и хочется. Окей. Все, друзья, давайте сядем. Настроимся буквально минутку для того, чтобы просто войти в состояние. Поскольку мы сейчас будем работать с энергиями духовными. Но имеется в виду не то, что я буду вам давать практики энергетические. Просто поскольку мы subject of top, тема для обсуждения, это сердечные дела. Поэтому нужно находиться в этом состоянии. Отключите ум полностью, включите ум, потому что это касается чувств. Это касается чувств, потому что мы должны быть все в счастье. Окей, потом прошу, сядьте, пожалуйста, поудобнее, как вам удобно. Ручки можно кверху. Природа чистая, заглядится энергией. Спинка прямая. Делайте медленный, глубокий вдох. Медленный, медленный, медленный. Через нос. Наверху задержка дыхания. Медленный выдох. Ну, выдохи все печали, все заботы меня покидают. Мне легко и приятно. Ничто не беспокоит. Ничто не беспокоит. Здесь и сейчас. Продолжайте связь в собственном мире. Задача, чтобы вы были сейчас, здесь и сейчас. Забудьте про все, что вас беспокоило. На этот час. Сказать дают здесь на всем том, что есть сейчас, здесь. Сканируйте свое тело так, сверху вниз, чтобы оно было все расслаблено. Смотрите на свои стопы, ноги, спина, шея, голова. И здесь у нас очень много бывает напряжений. Лоб, чтобы было расслаблено, если он напряжен, расслабьте его. Посылая тепло в эту область. Ваши щеки. Глазу. Нос. И губы. Обычно губы сжаты, когда мы напрягаемся. Поэтому у людей, которые немножко злые, гуденькие, не стоит им наполниться добро, а не увеличиваться. И сейчас в этом состоянии послушайте все, что происходит вокруг. Вот здесь и сейчас. Вы слышите мой голос. Вы слышите звук проходящих людей. Вы осознанно здесь и сейчас. В этом состоянии задайте себе вопрос. Тот, который все больше всего беспокоит. Вопрос, на который вы хотели получить ответ сейчас. Задайте его своему внутреннему Я. Обратитесь по иммунутреннему Я, как маленький ребенок, обращается к маме за помощью. Задайте этот вопрос. И слушайте, что происходит. Как идет ответ. Душа общается с нами через образы, через звуки, через ощущения, запах. Постарайтесь, увидите изменения, почувствуйте изменения, которые можете показать. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы услышали ответ свой внутренний, запомните его. Сейчас можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и вернуться в это состояние, когда будете готовы к пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я рад вас всех видеть сегодня. Намасте. Здорово, что вы собрались. Очень приятно осознавать, что многих от вас интересуют вопросы и вы не стесняйтесь о них говорить. Вот пример, семейная пара. Есть вопросы, мы пошли решать. Сколько из нас имеют проблемы и их не решают? Не то, что не решают, даже о них не говорят. Когда мы не говорим, проблемы не решаются. Надо их говорить, начать говорить сначала. Есть проблемы? Давай решать. Это первый шаг для того, чтобы они начали решаться. Давайте сейчас мой быстренько с картой расскажет буквально 15 секунд, с каким вопросом он пришел каждый из нас. У нас много, что очень быстро. Я предлагаю каждому вас слушать, потому что, возможно, откликнется все, что кто-то говорит, обратная связь, когда будет идти, она может касаться вас. Вы можете найти ответ на вопрос, который кто-то уже задал, кто-то дал свой фидбэк. Давайте с вас. Мы пришли узнать, я правильно сделала специально, конечно. Что привело вас, какие проблемы у вас? Скажите, какие проблемы, почему вы пришли здесь, что вам сегодня мешает строить отношения счастливо? Ну, как можно, причем мы все. Вы замужем? Да. Да. И не должен. И я пока учусь, если вы правильно, я получу нормальную семью, нормальные уменьшенные отношения именно с семьей. То есть вы хотите как делать? Вы составили процесс, я уже вошел в отношения, вы замуж уже. И сейчас у меня возникает вопрос, как же мне понимать, что это теперь, я сел в самолет, за штурвал, и уже, понимаешь, лечу на автопилоте, как мне рулить теперь, да? Мотайте на ус. Вы? Здорово. Ну, я не замужем, но я планирую. Замужем ходить, хочу стоить, пришла, чтобы вы знали. Отлично. Вот это уже наши люди, уже были в разумной. Да, то есть перед тем, как начать процесс, как войти в это серьезное испытание, мы знаем, что семейные отношения – это самое серьезное испытание, самое сложное испытание. Это самое тяжелое место для отработки, но самое качественное. Самое качественное. Друзья, заметьте сейчас, обратите свое внимание на ощущения, которые есть у вас сейчас, и как они поменяются, когда в конце нашего занятия. Как у вас, когда у вас будет четкая структура, что делать и как делать. Друзья, здесь у нас знакомство, вы на знакомство? Да? На целое. Вы или вы, может быть, на целительство? На целительство, нет? Нет, подождите, еще в Галанске не было. Просто здесь поменяли палатки некоторые места. Да, как правильно строить семейные отношения, напомню, друзья, если кто-то не так, как правильно строить семейные отношения для тех, кто еще не в отношениях, и тех, кто хочет вступить в отношения, и даже тех, кто уже в семейных отношениях сегодня есть. Для чего? Для того, чтобы сделать ревизию, посмотреть. Или правильно я все делаю? Здесь все хорошо работает. Очень хорошо. Внимательно. Газовы? Паша, я расстал. Окей? Здесь, да? Да. Просто пространство, да, давайте. Это нам, как вот хороводы, знаете, делаем, да, в славянских культурах делать хороводы. Чем больше людей, чем больше мы объединены, тем нам лучше будет, сильнее, мы преодолеем все эти сложности. Отдавая вопрос, общий энергетический вопрос, и Грегор, мы создаем такой мини на каких-то два часа, он поможет нам найти ответы на наши вопросы. Да? Окей. Итак, окей, замечательно. Девушка Маташа сказала, что она хочет это замечательное, очень правильно. Что у вас, как бы? Подлитесь, пожалуйста, ближе, вот, немножко. Крупцы, да, не скидняйте, да, заполним. Крупцы, да, не скидняйте. Меня зовут Олег. Я тоже меня интересуют отношения с моим партнером, но я не могу просто никак найти и понять тот ли партнер, который мне нужен. То есть не хочется распыляться, и все-таки... Отлично, здорово, как раз для вас будет очень хороший ответ. То есть вы уже в отношениях, вы сейчас на не понимаете? Нет, нету в отношениях. А еще нет отношений, а что у вас? Ну вот хочу найти и понять, когда это именно тот, что именно мне подходит. То есть у вас еще нет человека конкретно, но вы планируете, да? Отлично, здорово, звучит. То есть человек тоже на стадии, отлично, здорово. Что у вас, Маташа? У меня нет. Окей. А у вас будет телевизор? Отлично. Если у вас есть удача писать, потому что мы здесь не халяв, мы здесь спать не будем. То есть мы здесь работаем. Мы будем работать. Если вы хотите что-то, отлично. Если вы хотите что-то получить, ребята, я буду вас все включать в работу. Я хочу, чтобы был результат. Я тренер по профессии спортивной, и я хочу, чтобы был результат. Начали работать, работать, не просто лясо точить. Окей? Все. Зачем энергию растрачивать после этого? Я хочу, чтобы был результат, чтобы вы были довольны. И у вас результат будет, я гарантирую, если вы будете активно работать. Окей? Присаживайтесь. Окей. хорошо у вас нет вопросов у вас будет хорошо нет ничего не требует вас вообще нет проблем формулировать подумал для того чтобы я вы можете обратил на специфику какого-то вашего запроса и отлично здорово как правильно делать что у вас будет интересно мне зовут андрей не хотел бы девушка найти девушка найти как правильно как правильно найти партнер для совместной жизни чтобы быть счастливым окей супер были до этого отношения вас не только я замечательно то есть вас нуля за меня супер отлично девушки внимательно смотрите вот на молодых людей которые да то вас будет или смотрите друзья почему я сейчас вас прошу это все произносит потому что материализация начинается с процесса озвучивания мысль пока у меня мысли гениальные мысли у меня есть пока не начал их просто написать я хочу завтра встать на зарядку 5 часов утра и произвел пробежку на полтора часа пока я это только думаю но не написал свои обязательства она начинает работать поэтому когда вы произносите свою проблему она уже пошла в пространство есть запрос ты откройте свое сердце чтобы получить ответ если вы еще запишите еще больше глубже процессу идет окей почему мы говорим что если вы пишете у вас останется намного больше информации полезной замечательно у вас пути я людмила в отношениях ярослав замечательно углубиться до структуризировать понять какие сложности вас есть сегодня потому что большой стаж семейной жизни где вы застряли в чем новый уровень конечно чем застреливаем эмоционально эмоционально что именно знали непонимание то есть он вас не выслушивает недостаточно новизны эмоции как бы вы хотели недостаточно новизны эмоции в отношении как вы считаете они могли бы вам чтобы должен будет делать ваш супруг чтобы у вас была эта новизна эмоции чтобы вы хотели что было например здесь можно было бы почерпнуть сегодня говорим да и про это мероприятие подчеркнуть и какую-то информацию для дальнейшего роста вашего понимания вашим а то есть ваше понимание что супруг должен был сделать чтобы вот вы чувствовали полноту эмоций частая проблема в отношениях мероприятия проведения совместного досуга мероприятий как раньше было с этим вопросом у вас было эмоциональная поддержка было точно так же слабовато но тогда были на первом плане и направление потребности это не было для вас важными или вы просто подавляли вторичных делу как вы употребляли эмоциональный свой запрос эмоциональная насыщенность как вы употребляли и удовлетворяем ну пыталась какими-то больше тоже мероприятиями и встречами типа а-ля подруги то есть подруги удовлетворяли это не они по то есть вы для вас это важная жизненная ценность важная жизненная ценность друзья вот мы подошли важный момент это когда мы доставляем мадамский ритульменский набор мы определяем важные ценности жизненно важные ценности которые для нас очень важны если хоть одно из этих качеств не удовлетворено то мы не можем двигаться дальше запомнить момент мы вернемся к нему дальше замечательно что у вас коррекция внутри семейных проблем в чем сегодня есть проблема озвучьте пожалуйста как бы вы озвучили вот несколько пару словах слов на словах что вам сегодня недостаточно для того чтобы быть счастливым семейных отношений могу я сказать что правильные партии если ошибаюсь что вы не можете чувствовать они дают вам возможность почувствовать себя королем я главный капитан на корабле нет такого то есть вы чувствуете себя капитана полноценной корабле и что же не мешает вам рулить на этим кораблем она пытается вами управлять я так понимаю да но по-своему очень мягко по-жински но я все понимаю и вижу это все да и эти эмоции загоняю вглубь себя и в результате с моей стороны нет обратной связи положительной правильно понимаю что в данном случае все слышали да что я замыкаюсь и за счет этого идет слухость и она получается как бы обоюдная то есть вот как Людмила выразилась тут будет она в своем отношении правильно я понимаю что в данном случае вы чувствуете вас жена не признает за лидера то есть вы я ничего таким образом я не чувствую все равно то есть все делается в результате так как я наметил так как я сказал так это приходится приобретать определенные какие-то такие татуи объяснять ей где-то поставить на место еще раз суть проблемы тогда в чем в том что пламя жестко так что она потом переживает подбежается в себе держит обиду затем и вы чтобы не обидеть ее подавляете себе эти эмоции окей супер благодарю вас меня зовут Наташа я хочу понять как как построить личные отношения но перед этим конечно встретить того мужчину который он улучшит вы еще в отношениях сейчас не в отношениях были до этого отношения? ну если можно так сказать а как долго длились? я так не считала друзья вспомните если у вас когда у вас были первые отношения когда вы только начинали отношения вспомните пожалуйста про себя каждый вот представьте тот образ в то время где вы были какие проблемы у вас были включайте активно мозги я сейчас говорю информацию не просто воздух каждый ее адаптирует на себя когда ту информацию которую я даю вы интерпретируете именно на себя она откликнется у вас а если не было вспомните ничего если не было то представляете как бы захотели что было что мешало что не получалось то есть вот анализируйте свои ближайшие отношения которые у вас были в чем была проблема в чем суть если можно ее выразить в чем проблема что не дало вам возможности построить отношения счастливо в чем была причина сделали вы выводы после того когда наверняка у нас здесь вот пока только одного джентльмена не было этого опыта общения у него есть прекрасная возможность учесть вас с нуля очень чисто и правильно но большинство из нас у нас были отношения да и порой не одни что подумайте каждый из вас что вы делали после того когда отношения закончились неудачно что вы сделали чтобы эти ошибки не повторить что каждый из нас сделал да чтобы не повторить ошибки каждый про себя думает у каждого свое насколько важно для чего нам даются все эти уроки что мы делали выводы если мы повторяем новые отношения по том же паттерн по той же самой пути идем то какая верность того что получится тот же самый результат если я не сделал есть понятие такое в спорте вот я на спорт приведу потому что это очень четко понятно нам отношения разные команда проиграла идет разбор полетов четко кто что сделал плохо кто что сделал хорошо окей конфет кнут и пряник сделали хорошо супер классно развиваем это еще больше сделали плохо что нужно сделать чтобы это не повторилось что была причиной того что у нас не получили отношения без анализа как мы можем идти дальше а ничего нет плохого в том что мы сделали ошибки это нормально потому что мы здесь для того чтобы получать это абсолютно нормально но не нормально когда мы повторяем ошибки снова и снова в этом проблема продолжим что вас я дам уже если я капитан корабля вот и хотелось бы что мне бы хотелось капитан Запишите, пожалуйста, задавайте вопрос в конце, как передать полномочия мужу, плавно, ненавязчиво, те, которые мужские взяли на себя. Замечательно, что у вас будет, ребята? Меня зовут Оксана, я в отношении. Такого прямо сильно проблемного вопроса нет, просто хотелось бы проанализировать свои отношения, и может где-то улучшить, что-то новое, чтобы не сделать. Проверить ревизию или все хорошо? Да, да, и может, я думаю, не хватает доверия к мужу, ну и внимания. Не хватает доверия к мужу в каком плане, скажите, пожалуйста? То есть, говорите то, что вот от большинства беспокоишь, что мы на нем сконцентрировались, вы ика сконцентрировались? Ну, дело во мнении, в нем. А в чем именно, скажите? То есть, если анализировать прошлые отношения, то у меня какой-то сложившийся стереотип. Прошлые у вас были еще до этого, да? Да. Окей, окей. И поэтому как-то не могу открыться от пола. Отлично. Запишите, пожалуйста, еще себе нататочку. И кому интересно, тоже себе сделайте пометочку, чтобы потом услышать ответ, который будет рассматриваться. Значит, у вас недоверие с прошлых отношений, да? Значит, вы, кстати, нашли вчера ответ на вопрос, когда простить прошлые отношения. У вас откликался этот вопрос? Да. То, что мы должны начать все с нуля, с чистого листа, да? Простить и отпустить. Окей. Значит, вам нужно простить и отпустить прошлые отношения. Кредит доверия к новым отношениям. Все с чистого листа. Когда мы начинаем новые отношения, мы не должны нести проблемы прошлых отношений в новые. Мы начинаем с того, что мы даем кредит доверия. Да? Кредит доверия. Иначе зачем бы я испытал новые отношения с человеком? Я считаю, что он хороший человек. И как я буду себя вести, так и будет он себя обратно вести. Если я сразу изначально буду к нему относиться с подозрением, то каким образом я буду ждать, что он откроет свое сердце? Да? Итак, сделайте, пожалуйста, помешку. Значит, прежде чем начать новые отношения, мы должны очиститься, освободиться от прошлых отношений. Это номер один. То есть, если я начинаю строить новый дом, что я должен сделать? Расчистить площадку. Окей? То есть, планировать сначала, да? Что я должен делать? План? Кого я хочу? Какие отношения я хочу? Окей? Как я вижу эти отношения? Но предварительно, если я уже был в отношениях, вот к человеку хорошо, он уже не имеет, ну, ничего, не имеет прошлого опыта. Но не совсем так, потому что у него уже есть опыт, у каждого, у нас есть опыт отношений родителей. Да? Это тот опыт по образу подобия, к которому будем строить отношения. По образу подобия, по сознательно, хочешь, не хочешь, оно влияет на нас и очень сильно. Никак по-другому. Окей? Поэтому, что будет нам являться первой подсказкой, над чем нам нужно работать в наших новых отношениях, до того, как они начались, это анализ отношений моих родителей. Что было хорошо, что было плохо. Был ли я в полноценной семье. Видел ли я правильные отношения мамы с папой, и какие эти были отношения. Если я вырос в неполноценной семье, допустим, мальчик вырос без папы. Значит, соответственно, я понимаю, какие качества я недополучу, с чем мне нужно работать. Я не знаю, что такое мужчине заботиться о женщине, потому что я не вижу примера. Я не знаю, что такое научиться уважать старших. Я не знаю, что такое дисциплина. Окей? Это первая подсказка того, с чем мне надо работать. И, как я говорил ранее, что... Друзья, кто здесь полный атеист? Поднимите руку, пожалуйста. Атеист. Кто полный атеист, чтобы я знал? Это спорный руку. Ну, кто не верит. Вы не относящиеся, не привязаны... Нет, атеизм я имею в виду, что... Ну, не верю, что есть сверхдуша, есть душа. Окей, что я душа. В таком случае я не полный атеист. Я не верю, да? Тогда, да, если кто-то из вас не верит, что я душа, соответственно, что я имею свое назначение сюда, пришел для того, чтобы отработать свои задачи. Предлагаю просто, чтобы вам легче понять было, потому что я, в общем-то, оперирую больше... Есть психология, естественно, и я много оперирую как фон, бэкграунд, использую духовность. На фоне духовности я использую психологию, чтобы лучше понять вот эти все отношения, все, что я рассказываю. Попробуйте просто сейчас принять. Временно, хотя бы на это время, пока на уровне класса. Два часа, там, полтора часа. А потом, посмотрите, совпадет классно. Нет, ну, выбросил, забыл. Я расслабил, что я рассказал, не забыл, не помню об этом. Окей, и... То есть мы... На чем надо начинать работать, когда мы приходим сюда? Я напомню, кто не слышал, что то, чего у нас не хватало с рождения, первые 14 лет, это когда мы живем на карме родителей, это то, с чем нам надо работать. То, с чем нам надо отрабатывать. То есть мы... На значение прямое, зачем мы сюда пришли? Вот самый простой показатель на физическом уровне. Я смотрю, какие мне отношения, мамы с папой, как ко мне относились, как меня характеризовали, как я послушный, непослушный, вредный, болел, кривой, косой, умный и так далее. Все, что хорошее, это мне помощники, достижение моей цели. Все, что не хорошее, это то, над чем мне надо работать. Я родился больной, кривой, косой. Задача номер один, стать здоровым, прямым и не косым. Может быть, ей нужно стать целителем и так далее. Но то есть суть очень простая. То, чего не хватало, это то, начало.